300 лыжников, как 300 спартанцев, готовы на подвиги. Чего только стоит найти снег этой зимой, но в подмосковном парке Мещерский и снега полно, и лыжня накатана. Любители и профессионалы, здесь разницы нет. Для всех условия одни. Во что бы то ни стало, воскресным утром преодолеть 15 километров на лыжах. Проигравших в этой гонке не бывает. Конечно, желательно прийти к финишу первым, но это не обязательные условия. Прежде всего, гонка – оздоровительное мероприятие. И для лыжников действует правило. Главное – не победа, а участие. Причем, если у кого-нибудь нет с собой лыж или формы, все необходимое можно получить на месте. А чтобы вкус победы был еще слаще, на финише участников ждал вкусный сюрприз. Это бананы. Они выдаются спортсменам на финише. Поддержать силы после 15 километров, восстановить углеводный баланс, углеводное окно так называемое. Организатор лыжных соревнований – спортивный клуб КПРФ. Каждый год спортклуб устраивает соревнования, направленные на оздоровление нации. Это плавание, бег, футбол и многие другие популярные виды спорта. В этом году – лыжная гонка с элементами биатлона. Но биатлона не простого, а лазерного. Мы добавили такую изюминку. В России, в частности в Москве, не проводятся соревнования, которые сочетают, например, лазерный биатлон и лыжную гонку. Мы придумали такую изюминку. Сначала спортсмены идут по трассе на лыжах, потом на финишной прямой они участвуют в биатлонной стрельбе из лазерного биатлона. И этим они могут улучшить свое время на трассе. Соревнование исключительно мирное, поэтому и оружие электронное. Но стрелять из него по мишеням не легче. Винтовка полностью соответствует нормам биатлона. И по весу, и по размерам. Разве что отдачи нет. Кстати, винтовки отечественного производства Ижевского завода. А клуб КПРФ уже готовит новый спортивный праздник.